Ну что, привет, Питерфург! Я на месте, слушайте, я уже столкнулась с хамством моего мотельчики, не могу вам его рекомендовать, я еще не заселилась, я просто пришла по адресу, думала, ну там вещь оставить или вдруг, знаете, бывает, что раньше освобождается номер, или даже брать мои вещи на хранение. Я скажу, что? Вы серьезно? Вы серьезно не возьмете у меня сумку на 2 часа? Короче, сначала она по телефону грубо разговаривала, потом сумку мою брать не хотела, ну в общем, ладно. Приходите ровно в 2, сказали мне. Так что сумку я ей все-таки спихнула, ну не буду же я с ней ходить, она очень тяжелая. Так, а я оставила свою воду в туалете на вокзале. Сейчас буду сходить, где бы мне позавтракать без 15, без 12, 12. Так что самое время сходить на завтрак, а потом посмотрим. В принципе, у меня до 2 часов еще есть время, может быть, езжу, вернее, схожу в один театр, куда я хотела купить билет. Посмотрим, есть там еще места или нет. Как же вкусно! Я сейчас позавтракал, вы бы знали. Это был такой правильный круасс. С такой правильной красной рыбкой и сливочным сыром. Так, а сейчас я иду в театр комедии имени Акимова, по-моему, так называется. Он тут очень далеко, на Невску. Посмотрим, если там еще билеты на вечерний спектакль. Если есть, то я возьму. Я ночью так занорзла в поезде, кстати, от кондиционера. Вы знаете, когда ездишь на поезде раз в год, ты просто забываешь о таких нюансах, что как бы ни было на улице жарко. И даже если в вагоне тоже как бы жарко, нужно обязательно снимать одеяло и брать его с собой на кровать. Потому что, когда я зашла в поезд, было 26 или 27 градусов, было прям очень жарко. И было уже по второго ночи, и я просто под простыночкой легла и сразу же вырубилась. Просыпаюсь я, наверное, в 5 утра от того, что мне дико холодно. Вроде как там информация, что в летнее время в поездах 24 градуса плюс-минус 2 градуса. Может быть, было даже меньше, я не знаю. Видели, я тут встала, чтобы вам рассказать. В общем, я просыпаюсь в 5 утра, дико мне холодно. Я смотрю на часы и думаю, так, мне еще часа 4 можно поспать, я так не выдержу. Пришлось лезть за этим одеялом, там наверху, укрываться. Кстати, да, я еще надела футболку, тоже достала из своей сумки, потому что у меня, потому что я была в топке. Но скин надела, футболку, вот так вот залезла под одеялом, потому что с головой, знаете, как в детстве учили. Если замерз, то залезь с головой под одеяло и полежит. И только я согрелась, и только потом смогла уснуть. Но надеюсь, я не заболею. В общем, да, обязательно, обязательно. Вот если летом едешь, в поезде жарко, кондиционер потом включат, и будет холодно. Поэтому одеяло спускаем сразу и надеваем футболку. Или что-то даже потеплее, потому что будет холодно. Мне уже красиво. Мне уже очень красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну я пришла. Вот она тут. Есть афиша. Сейчас посмотрим, есть ли там билеты. Ура, билетик мой. Так что пойду сегодня в 7 часов на спектакль. Даже на первый ряд было место. 22. Так, ну все. Ура. Планы на вечер у нас с вами есть. Сказали, что длится 2.30. Сейчас посмотрим, во сколько там ночные кораблики. Скорее всего, я успею еще и на них. Так, ну и на ночь у меня тоже есть планы. Взяла билет на разведение мостов. 23.20. Посадка 23.40. Отплываю. В прошлом году я уже плавала на этом кораблике. Именно вот на этой экскурсии. Получается, по каналам и потом разведение мостов. Так что как раз после театра пойдем с вами кататься на кораблике. Ой, друзья мои, я заселилась. Ну это просто был какой-то сюр. Я реально не советую это место. Хотя вот сам номер довольно миленький. Ну мне нравится. Он такой интересный. Я вам сейчас покажу. В принципе, тут все есть. Но нет постельного белья. Посмотрите. Вон там лежат подушки. Постельного нет. У нас машина с прачкой где-то застряла. Будет позже. Ну... Причем на заселении сейчас была огромная очередь. Мне кажется, я минут 20 там стояла. Даже может быть... Ну да, где-то минут 20 я стала в очереди. Ну, короче, советовать не могу. Просто я читала в отзывах, что кто-то писал, что приветливый был персонал на ресепшене. А кто-то писал, что вот хамила. Ну, видимо, мне попалась неудачная девушка. Но вид мне нравится из окошка. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Как прикольно такой двор, колодец тут. В общем, ладно, давайте я вам покажу свой номер, маленький. За свою цену, учитывая расположение, сам номер мне нравится. Значит, вот тут у нас входная дверь. Я сказать, входящая. Входная дверь. И вот мы заходим. Слушайте, ну, довольно большой номер. Мне кажется, это не 12 метров. Мне дали, наверное, побольше который. Потому что в совсем маленьком не было шкафа. Тут у нас ванна идет. С кирпичом. Ну, вроде бы. Вроде бы все, что нужно есть. Так. Даже фен. Полотенце для ног только есть. А остальных полотенец пока нет. Так, тут у нас душевая кабина. Ну, так вроде бы. Знаете, пойдет. Тут даже какие-то штучки. Шампунь. Шампунь. Гель для душа. Давай геля для шампуня. Давай шампуня. Ну, ладно. Прям вот за кирпич. Я им готова многое. Простите, я люблю, когда кирпич. Так, значит, выходим. У нас даже тут есть вот такая кухонька. Обогреватель, видимо, для зимы. Так, тут у нас мини-холодильничек. Работает. И на том спасибо. Так, тут у нас микроволновка. Чайник. Две кружки. Даже есть какая-то посуда. Это очень хорошо. Так, стульчики. Картина, которая тут совершенно не в тему. И смотрите, такая арка. И вот она, моя спальня. Ну, интересно. Так, знаете. Кровать такая большая. Только не застеленная. Пока что. Так. Телевизор. Что у нас тут? О. Смотрите, можно возле кровати выключить весь свет. Это удобно. И шкафчик. Вроде как в моем номере шкафа быть не должно. Но, видимо, мне дали какой-то другой. И тут есть шкаф. Это очень хорошо, что можно будет все повесить. Кирпички. Тут везде кирпички. И окошко. Окно большое. Видите, такое низкое. Тут можно будет вечером сидеть. И, возможно, даже завтра сниму для вас тут видео. Нужно будет только придумать, куда мне поставить камеру. И вот тут будет отличный свет. Даже если будет паспурно, темно, все равно прям свет. И видите, так вот на фоне кирпичной стены. Да? Ну, ладно. В общем, вы поняли, да, что эксперимент не особо удался. Ну, сам номер мне нравится. Если бы вот не вся эта ситуация с заселением, с отсутствием постельного белья. Конечно, было бы прям супер. За эту цену. И учитывая расположение. Потому что это прям очень близко к московскому вокзалу. Ну, вот. Все. Буду сейчас располагаться. Наверное, схожу в душ. Сколько у нас времени. Так. Доходит три часа. Да, сейчас как раз отдохну немного. И уже можно будет идти выдвигаться в театр. По пути прогуляюсь. А, я же еще зашла в сувенирный магазин. Но я вам, наверное, попозже все покажу. Потому что вот на этой кровати не очень хочется вам что-то показывать. Но я там кое-что купила. Уже, конечно же, у меня открыточки. И еще классный шопер себе взяла. Ну, вот. Ладно. Вид на мусорку. Ну, мы видим вот эти прекрасные крыши. И на мусорку не обращаем внимания. Красота в глазах смотрящего. Такое вот у меня тут подземелье прям. Так. Я вас поставила в шкаф. Я вам сегодня не показала свой outfit of the day. Так скажем. Вот, наверное, сегодня так я и пойду. В театр. В этом вот костюмчике. Думаю, что это будет уместно. А уже завтра и послезавтра пойду в юбочках. Потому что вроде как завтра и послезавтра будет еще пожарче. Или я путаю. Так что да, план у меня такой. Купила себе воды, потому что свою воду оставила в уборной на вокзале. Такая жара. В общем, пойду сегодня вечером в театр. После театра, наверное, я поужинаю. А потом пойду кататься на корабликах. Потому что есть в такую журу вообще не хочется. Мне кажется, я уже обедать до театра не буду. У меня и завтрак был в 12. Так что сейчас думаю, что да, как раз покушаю уже после театра. Ну ладно, все. Пошла в душ. Она же еще взяла с собой чайку Марти пофотографировать. Все-таки тоже естественная среда обитания у него здесь. Так что возьму его сегодня с собой. Что, мне пришли, застелили кровать. Все, буду сегодня спать как королева. И могу вам наконец-то показать, что я себе купила в сувенирной лавочке. Я, в общем, проходила мимо и увидела такой маленький магазинчик с интересной сувенирной продукцией. И девушка мне сказала, продавец, что это их фирма, вот эта, которая производит все это прямо тут, в Питере. Там были открыточки, вот всякие такие сумки. И мне так понравился этот шоппер. Скажете, да, тоже. Я себе связала два шоппера. Но мне хотелось именно вот такую белую холщовую сумку. Но мне так нравится вот этот узор здесь, орнамент. Прямо, знаете, все, что нужно в Питере. По-моему, классно. И я сейчас взяла с собой большую сумку, потому что я взяла с собой пиджак на вечер. Вернее, даже на ночь, когда буду кататься на кораблике. Ну и там тоже положила там фотоаппарат. В общем, все вот это, чтобы было куда убрать. И открыточки. Какие выбрала на этот раз открытки. Вот, кстати, от сумки этикетка. Сумка Toad. Вот сделана. Вот сделана в Петербурге. Так. И что же я себе выбрала? Вот такие две маленькие открытки. Похожи на полароидные снимки. Петербург, я люблю тебя. Петербург сводит с ума. Я такое люблю, знаете. Это как раз для мудборда. Ну, вы знаете, вообще мою любовь к открыткам. Я из всех своих поездок привожу именно открытки, потому что они занимают мало места. Их можно прикреплять на доску свою. Для фотографии использовать. Опять же, дарить. Потом вот такая. Мне кажется, она перекликается вот с этой сумкой с моей. Видите, все самое такое знаковое, да? Потом, смотрите, кому я нашла. Это же Марти. Ну, это же Марти. Ну, как его было не взять, да? Обязательно сфотографирую с этой открыткой свою чайку. И еще конвертик тут шел. И вот такая открытка. Я думаю, что многие знают такие. Она прям очень плотная. Знаете, такая толстая. Такой толстый картон. Чтобы фотографировать. Как-то так, да? Знаете, вот. Ну, тут не видно, потому что свет падает прямо напротив. Но ты наводишь сердечко на какую-нибудь достопримечательность и делаешь фотографию. В общем, мне тоже понравилось. И взяла вот такие открыточки. Привезу домой. И, конечно же, сумочка. Я с ней прямо сейчас и пойду. Приняла, кстати, я душ. Но не подумала о том, что полотенца у меня не было. Полотенца у меня не было. Только для ног. Поэтому просто вышла из душа и стояла. Высыхала естественным путем. Да, все, собрала сумочку. Мне кажется, она тут очень даже подходит. Сейчас вас опять поставлю в шкаф. Ну что? Питерский лучок. Кепку уже брать не буду, потому что уже будет вечер. Сделала себе пучок. И отправляюсь в театр. Ладно, ладно, я проголодалась. Буду кушать шаверму. В таком прикольном месте я тут. В таком прикольном месте я тут. Здесь все такое вкусное. Она какая-то нереальная. Такая легкая. Там столько овощей и мяса в каком-то соусе. Боже мой. Это просто нереально вкусно. Это просто нереально вкусно. Продолжение следует... Продолжение следует... Во-первых, судя по описанию, я думала, что тема будет вообще другая, но тема оказалась, знаете, называется «Пригрели на шее змею». Я обожаю такие сюжеты, в общем, интересно, называется «Первая среди звезд», в театре комедии имени Акимова. Но мне понравилось. Ветерость. В общем, прям так сюжет разворачивался. Неожиданно, интересно и... Короче, я в полном восторге. Вот правда, я уже в Петербурге третий раз на разные спектакли хожу, два раза в театре Комиссаржевской, и вот один раз вот сюда сходила. И прям очень мне нравится. В общем, ветер везде, тут более-менее потише. Ну, собственно, я уже все сказала. Сюжет захватывающий. Актерская игра потрясающая. Так что я довольна. Я прям очень довольна. И посмотрите, как... Посмотрите, как светло. Сколько у нас времени? Пол одиннадцатого. Двадцать два тридцать. Светло. Белые ночи. Так, я потихонечку уже двигаюсь к корабликам. В принципе, уже осталось меньше часа. Я сейчас, наверное, еще выпью кофеечек горячий, потому что уже вот ветер, уже начинает холодать. Так что я скоро накину свой пиджак, который у меня в сумке с собой припасен. Вообще, вот. Знаете, что я вам хочу сказать, друзья? Если бы никогда не путешествовали по одному, попробуйте. Просто я даже не могу подобрать слово, как-то сказать, в одиночестве не очень, но, в общем, в одиночку вот. Это очень крутой опыт. И вообще, я считаю, что это здорово, если вы умеете быть один сам с собой. Вам интересно. И это совсем другой лодок. Конечно, путешествовать с кем-то, это тоже круто. И с мужем, с любым человеком. Это одна история. С подружкой, с подружками. Это другое, там, с родителями. Мне кажется, нужно путешествовать вообще по-всякому. И с кем-то, и по одному тоже. Это очень интересно. Попробуйте. Вы как будто бы откроете себя с новой стороны. Знаете, вы лучше с собой познакомитесь в этом путешествии. Вы лучше с собой познакомитесь. Так что я должна оказаться на кораблике. Сижу, жду. Начало нашей прогулки. Смотрите, кого я встретила. Это же Марти. Привет, Марти, это ты? Завтра я буду фотографировать твоего брата. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Доброе утро, друзья. Ой, вчера я вам уже практически ничего больше не показывала. Давайте вам с утра буду показывать свои ноги. Вон там плинтус отвалился. В общем, по-моему, я постепенно превращаюсь из совы в жаворонка. Потому что вчера на ночной прогулке я просто уснула. Я просто уснула, представляете? В общем, я, во-первых, сразу почувствовала, что я хочу спать. Потому что прогулка водная началась в 23.40. Я уже хотела спать. Ну, первый час я еще просидела на верхней палубе. Там был такой сильный ветер, нам давали, в принципе, плед, но все равно было холодно. И на второй час я спустилась в нижнюю вот эту палубу, уже закрытую. Я просто вот так голову положила на стеночку и просто заснула. Ну, я видела, конечно, как разводили мосты, так, знаете, урывками. Я просто чувствую, я так хочу спать. Вот. И, получается, приплыли мы где-то по второму, без 22. И тут идти было полтора километра. Я бы с удовольствием прогулялась, но я чувствую, я просто не могу. Я вызвала себе такси и приехала домой. Тут еще в магазинчик зашла, круглосуточная, кое-что купила здесь. И просто вырубилась. Кстати, довольно удобный матрас. Хоть, видите, я тут заметила, что здесь две простыни. Видимо, то, что, не знаю, такая широкая кровать, у нее нет таких больших простыней. Поэтому здесь просто вот так вот две простыни. Ну, да, вот так. Но надо отдать должное. Так, матрас мягкий и такой удобный. Вот, поэтому я прям так крепко спала. И самое интересное, что я проснулась. Я проснулась, еще не было 9 утра, где-то 8.40. Сама без будильника. Это вот шторы я просто утром отодвинула, чтобы было светло. А так они были у меня зашторены полностью. И, в принципе, было довольно темно в комнате. То есть я не от солнца проснулась, я сама проснулась. Друзья мои, 8.40. Учитывая, что легла в 3. И вообще это что-то невероятное происходит со мной. Потому что в том году, когда я помню, тоже я на ночную прогулку ездила. Мне кажется, я часов до 11 точно спала. И то я там после прогулочки еще прогулялась. В общем, я была бодрая и весела. А здесь такая чувство нет. Что-то мне еще так плохо стало. Ну, вот именно уже под конец. То ли я как-то, знаете, вот недосып после поезда. Еще столько впечатлений вот от спектакля. Думаю, я уж так хочу спать. Мне как-то уже так нехорошо. Я уже хочу баньки. В общем, вот так. Друзья мои, происходит какая-то трансформация меня. Уже не так весело веселиться всю ночь. Уже хочется в кроватку. Вот так. Буду сейчас отдыхать. Никуда не побегу с самого утра. Может, видео сниму. А потом посмотрим, куда сегодня поеду гулять. Друзья мои, слушайте, только что отсняла ответы на вопрос. У меня аж камера раскалилась. Я не знаю, сколько там получится материала, но на две части точно. Очень жарко. Я тут закрывала окошко. Смотрите, как я снимала. На стульчик поставила камеру. Кстати, все прекрасно. Давайте мы сейчас откроем на проветривание, пока я уйду. Так. В общем, все получилось. Надеюсь, что картинка тоже получится хорошая. Я аж проголодалась уже. У меня заканчивается память на... Так, пришлось там мне флешку почистить. Там еще были видео из Сочи. Ну что, поедем. Поеду сегодня в новое место. Вечером мне нужно будет к 9 поехать на встречу с девочкой, с моей одногруппницей, с Леной. Снова в том же месте я ее после работы встречу в 9. Так что примерно час туда добираться. Это довольно далеко. Вот. А сейчас я одела сегодня юбочку свою леопардовую короткую. Как бы вам так... О, я же вам показывала все из шкафа. Хотя... Так. Поставим вас сюда. Вот. Та-дам. И надену кроссовки. Мне кажется, что к такой короткой юбке лучше надеть кроссовки. Как-то более спортивный стиль. Ну все. Собираемся. Беру с собой вот эту же сумку. Беру с собой, кстати, чайку. Все. В марте я с собой запаковала. И водичку надо будет сейчас тут набрать. Из этой бутылки в маленькую. И вечером обязательно купить полторашку воды. Потому что для меня вода... Самое главное, чтобы была вода. Все. Я уже аж снова проголодалась. Утром вроде как позавтракала. Уже снова хочу есть. Так что все. Пойдемте. Ну классная сумка. Вообще просто шикарная. Я сегодня с ней... Я вчера с ней вот весь вечер проходила. Такая удобная. Такие широкие у нее лямки. Это, кстати, удобно, когда широкие ручки у сумки. Мне кажется, здорово. Смотрите. Все. Собираемся, выходим. Я не показывала вам еще парадную. Смотрите, как тут красиво. На четвертом этаже я живу. Ну а приехала я севка Бельпорт. Может, я неправильное ударение оставляю. В общем, там такие блестящие ворота при входе. Похоже, надо пол в Москве. Так, сейчас пойдем смотреть, что у нас тут есть. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, интересное место Очень мало людей сейчас Видимо, потому что Будний день Жарко Наверное, к вечеру будет больше В общем Здесь Причал Отходит корабль Нужно даже покататься Там есть разные тарифы Вот Что тут В большом здании Всякие разные Лавочки Ярмарки Я даже вязаные игрушки видела В общем, там колечки продают Какую-то одежду Аксессуары Духи Вот И много-много разных кафешек Такая вот Барная линия Тут называется Видите? Барная линия Вот Ну и Такая набережная Да В общем, так спокойно Классно Знаете Такое Умиротворенное состояние Здесь В общем, я пофотографировалась Пофотографировала чайку Правда, солнце достаточно яркое Конечно, было бы лучше на закате Хотя уже седьмой час Вот сейчас Поэтому Нормально Думаю, там что-нибудь получилось Потому что на таком ярком солнце Ничего не видно Вот Я сюда добиралась Сначала доехала на метро До Приморской И оттуда села на троллейбус Десятый И пять остановок И я здесь Так что добираться несложно Вот тут причал Откуда уходят кораблики Сейчас уже поеду домой Так Потому что мне нужно Зайти в магазин Кое-что купить Вкусненького Хочу купить черешни там У себя на районе Вот И Восемь часов Мне нужно уже Выезжать К Лене Друзья мои Сейчас 2.48 ночи Мы с Леной Сидим все еще у нее в гостях И вот вышли здесь на 24 этаж Какой-то общий балкон Посмотрите, какой вид Обалдеть Обалдеть, да? Приморский район Да? Да Вот посмотрите У меня не только Невский И центр Но и вот Ой, как круто Это что, пруд тут у вас какой-то? Да Прудик Прудик Небольшой А там дальше залив Виден Так, вот и фуды Да-да-да Огонький залив Слышите, как птицы поют? Газпром-арина Птички Высоко, да? Машинки, как игрушечные Огонький залив На улице Машинки Машинки А этот цепь, как бы данный путь? В этом районе? А в Васильевском острове А-а-а Где-то в эту сторону Видишь, какое-то спрендоемое Объявление А в Танце Месильеве и Морской Да, но это Триворский район Не связано, что в Триворске Я не знаю, что в Триворке Ну, это правда, знаешь Потому что, но вот цепь для Васильевского острова Не так уж далеко Вот, это где-то доехать до Камьян Да, пополнили еще пару станций на бачке Но это вот уже туда Вот там дальше Просто мы прямо подальше Это туда за какое-то время А, это вот не новое Да, вот это один Да, это одно и все Видишь, вот книг все построили Да Видишь, новое лампо А там дальше Дензелевский веками Видишь, в руках Дензелев А там дальше уже Воззрочек начинается А там есть дальше Сколько зелени и в руках Раньше все это было зелень Сделала зелень Здесь. Везде было зелень Да, дадья была Чайка тут у нас Чайка не так Тут у нас Воззрочек Все красиво Здесь уже были лес Какой кадр красиво Видите, вон там Как из кино Да, очень красиво Какая-то классная Красота Индия платочка сделала Да А сейчас сделаем дружину доброе утро дорогие друзья все у меня последний день я сегодня выселяюсь из своего домика знаете что кому хочу сказать вот несмотря даже на все вот эти минусы до которые здесь были это и неприветливые ресепшен который хамит это и очередь при заселении и то что постельное белье поселили не сразу еще был очень слабый напор в душе когда я читала в отзывах что слабый напор я честно говоря думаю ну слабый напор помыться же можно но нет если включаешь горячую воду это не то что слабый напор это тоненькая струйка ну вот под которой помыться невозможно поэтому благо лета я мылась в такой более-менее прохладной воде вот даже несмотря на все вот эти минусы я вам скажу что нормально жить можно по крайней мере я здесь хорошо провела время удобная кровать этот просто я тут очень хорошо спала крепко вода вчера я приехала уже наверное в три часа в четвертом наверное в четвертом часу уже приехала утра от подруги мы очень здорово провели время посидели поболтали в общем все было очень-очень круто так и это тоже вещички свои практически собрала сейчас еще на собираю все что осталось и пойдем с вами на вокзал московский оставим вещи в камере хранения и пойдем гулять еще куда пойду сегодня вообще не знаю даже 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 ничего не планируем принципе какие-то свои основные места куда я хотела сходить я уже сходила а дальше дальше уже будет у нас по настроению вот прошлом году я ходила в музее ахматовой в этом году не знаю что придумаю может просто погуляю там до летнего сада дойду еще будем смотреть по настроению так ну главное сейчас все вот эти вещи отнести в на вокзал в камеру хранения сдать все пока пока мой домик мне здесь было хорошо прекрасно надеемся что я скоро опять приеду в питер ну может быть не прям скоро но после там какое небо прям вообще не облачко кайф все идем сижу в летнем саду слушаю как поют птички думаю куда бы мне дальше отправиться наверное в новую Голландию пойду погуляю в общем так спокойно позавтракала в шоколаднице села окрошку и так люблю окрошку в общем сижу сейчас и думаю куда пойти надо просто сидеть классно когда тебе никуда не надо и ты можешь делать то что ты хочешь так прислушаться к себе спросить себе Олечка куда тебе хочется сейчас чего тебе хочется куда и пойти и мне кажется что я наверное вас оставлю и проведу остаток дня сама с собой это не точно но сейчас у меня такое желание есть потому что я все эти дни практически все снимала куда я ходила где было вот если я что-то и буду снимать то наверное так без слов все я ухожу ухожу от вас гулять наслаждаться Петербургом вещи кстати в камеру в камеру хранения я сдала на 12 часов в ячейке в 11.30 у меня поезд так что давайте я с вами заранее попрощаюсь спасибо что были со мной что провели со мной эти прекрасные дни я вам желаю творческого вдохновения во первых как всегда но и желаю вам смелости быть собой смелости делать то что вы хотите и конечно вы больше путешествий все целую и не забывайте про мой сайт olikask.com где можно приобрести все мои мастер-классы увидимся с вами уже очень скоро люблю целую пока 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 так ну в общем дело такое за полтора часа до спектакля я решила купить билет в театр имени Комитаревской. В общем, я посчитала, что у меня как раз будет время, потому что у меня поезд в 23.30, спектакль с 7 идет в 2.50, ну, считай, 3 часа, то есть 10 часов уже закончится, а тут довольно близко уже московский вокзал, так что я иду вот на этот спектакль. Я, кстати, думала пойти на него, но почему-то я подумала, что я не успею 30-го, а он только 30-го идет. Так что все, через полтора часика пойду на спектакль. Спонтанное решение. Спасибо. 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 Моя ячейка Вот и мои вещички Сейчас поедем домой Это чай Там зефирка, водичка простая, полочка Приборы, а написано горячее блюдо по вкусе Да? Может еще кашку дадут? Да, я тебе вон А мне кажется, что на зону Не, не на кашку Давай, ты начальник Давай Попробуй 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 Продолжение следует...